Значит, что такое артист за границей, скажем, лет 10 назад, на зарубежных гастролях? Это всё обрастает байками, это масса актёрских историй. Одна актриса того театра, в котором я когда-то работал, большого драматического, находясь в Лондоне... А ты Илье рассказал? Ты мне рассказал. А мне, так он же знает всё равно, мы же на карту играем. Нет истории, которую бы он не знал. Его дело только ответить. Рассказывать я буду. Да, значит, есть такая замечательная актриса в БДТ. Она в центре Лондона подошла к констеблю, к полицейскому, в центре Лондона, заблудившись, и ей надо было что-то спросить его. И она подошла к нему и начала так. Do you speak English? Спросила она его. Значит, дело происходило в Тайбэе, столице островного Китая. Есть в нашем театре великий один артист в БДТ, я не буду его называть. У него есть такая кличка актёрская, Великий Немой его называют. Его так называют, потому что он очень часто забывает текст. Но поскольку он великий артист, он выкрутится может из любой ситуации, он может даже создать впечатление, что на самом деле текст забыл не он, а ты. И долго смотреть на тебя, ну, пожалуйста, пожалуйста. Или что зритель не расслышал. Я помню на записи телевизионной «Смерти Тарелкина», «Смерти Тарелкина», он должен был спеть такую фразу. Сейчас. «Легче с дьяволом в тарелке, все мертвы, а этот жив». Он спел. «Таралюля коробушки, а рабу ли марабу». Вот почему марабу, это вот он весь театр не был. Причём тут марабу. То есть человек этот владеет искусством жеста замечательно. И вот он должен был купить, захотел купить в Тайване чёрный чай. В Тайбе. Чёрный чай. Он подошёл ко мне. Сейчас мне понадобится ручка. Чёрный чай. И спросил, как это, значит, говорится. По-английски, потому что по-китайски мы, конечно, ничего не знаем. Я ему написал «чай», как пишется. По-английски, да? Ну, «ти». А пишется «ти-а». Да? «Ти-а». И вот бумажечку он эту потерял, когда пошёл в универмаг. Пошёл покупать чёрный чай. Великий немой. Бумажку эту он потерял. И там он стал, значит, вспоминать, как это пишется, как это произносится. И «а» он запомнил. Но это же английские буквы. А он их как русские. И вот в его мозгу явилось какое-то очень странное словосочетание, буквосочетание, которое он на кончике языка очень бережно понёс до ближайшего продавца, чтобы не уронить. И сказал «меа». Он почему-то запомнил, что это «меа». И «а» он «меа». Он подошёл, значит, к человеку и говорит «меа». «Меа». Очень хороший человек. Он «ай вон» – это всё мимо. Просто «меа». Других слов не было. «Меа». Значит, ему, значит, принесли засушенных гадов каких-то. Принесли платки носовые, фен. Всё, что по созвучию напоминает на китайском «меа», ему принесли. Вот. Но это всё было не то «меа». Не то, которое нужно. Там был фломастер среди прочих. «Меа» тоже в некотором роде «меа» по-китайски. И он тогда рисует. Он рисует чайник. Чайник. Чайник рисует. Вот. Рисует чашку. Чашку. Значит, рисует чашку. И струйку, значит. Струйку, которая льётся вот из чайника в чашку. Потом. Потом он от струйки ведёт стрелку. Стрелку, видишь? И говорит, вот это «меа». 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 Это «меа». И он, значит, они его... Я хочу сразу сказать, что в универмаге шесть этажей. Это шестиэтажный универмаг. И, значит, они его ведут на цокольный этаж. Вниз. И там минеральная вода. Вода. Минеральная вода. Тут он увидел. Он говорит, да нет, это не «меа». Не «меа». И увидел, вообще понял, что это чай в стороне. Потому что это продуктовый, в принципе, был отдел цокольный. Это там вот чай стоит. Он говорит, гудбай, всё, значит. Вот «меа», «меа». Вот там «меа». 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 Причём «меа», словом «меа» он мог проститься, уговорить. Сказать спасибо. Обругать с трёхэтажным матом. И всё это, потому что талантливый человек. Очень талантливый. А дальше-то ему нужен чёрный «меа». А не просто «меа». Он подходит к продавцу и говорит, «меа, но чёрный». «Меа». «Меа». И у него были чёрные ботинки. Он говорит, «Меа». «Меа». Вместо чёрного «меа» он купил чёрные ботинки. Вот скажи, пожалуйста, веришь ли ты, Илюша? Хотя всё я рассказывал, выгорелся. Извини. Я не верю, да? Или я не верю? Спецназ. Да. Голубые береты. Да, дело было в Ашхабаде. Значит, пришла повестка. Всё, я тщательно готовился. Я готовился долго. Я завёл общую тетрадку. Вот. И там был написан «врач-специалист», значит, «на что жалуюсь, симптомы, чем лечился, предполагаемый диагноз». Вот так было всё по колонкам. На каждого врача. То есть на всех, кто в медкомиссии. На всех врачей, кто в медкомиссии, да. Вот. И я знал, кто в медкомиссии. Компромат у вас сильный был. Но на всякий случай, вот как вот, как будто вот свыше кто-то подсказал, на всякий случай я взял ватку с йодом и сделал пятнышки по всему телу. Как пантера я был. Вот. Первый врач – кожник. Хотя у меня в тетрадке его не было. Дерматолог. Дерматолог, да. Его в тетрадке не было, я даже не знал. Вот как чувствовал. Я открываю дверь в трусах, всё. А пока мы стояли в очереди ещё в трусах-то, я выглядел, ведь, в 20 лет я выглядел на 60. Да. Да, это старая история. Это не изменился. Не изменился. Вот. И я помню, ребята стоят высокие, такие тоже в трусах, говорят, «А ты, дедуль, тоже служи, что ли?» Я бы, я сынок свой давно отслужил уже я. В шутку как бы, да. Ну вот. Только я открываю дверь. Сидит, значит, этот врач в очках. Он мне говорит, «Стойте, не подходите». Не подходите. Стойте у двери. Это кожник. Кожник, да. Стойте, говорит, не подходите. Я говорю, а что такое шакрик? Он говорит, не подходите ко мне. Испугался, так закрылся немножко. Вот там и стойте. Что это у вас? Я говорю, я не знаю, вы врач. Вам виднее. Откуда это у вас? Я говорю, да вот в Ашхабаде. Нет у нас в Ашхабаде, говорит, такого. Вот там и стойте. И что-то стал писать. Что-то стал писать. Потом пододвинул так карточку. Отошел, говорит, возьмите карточку. Возьмите карточку и идите. И идите. Я взял карточку и дальше пошел по врачам. И уже тетрадка не понадобилась. Только я входил, они открывали. И что-то там. Раз. И дальше. Идите. Раз. Идите. И в конце прихожу, значит, в комнату, где сидит комиссия. В форме, там какой-то полковник сидит в погонах. Открывает карточку. И говорит, решением военно-призывной комиссии советского района города Ашхабада вы признаны... Паузу сделал. Негодным в мирное время, годным к нестроевой, в военное время. Я говорю, а, ты что? Он говорит, хотели служить? Я говорю, да. Ничего не поделаешь. Медицина. Сказала она. А как же десантные войска-то? Десантные войска, это потом я по набору уже по контракту служил. А, спасибо. В стиле называется песня «Ёпта». Чего? «Ёпта» называется песня. Ты понимаешь, что ты говоришь? Да нет, а это нормально, это старинное русское слово. Да? Да. Ёпта. А, ёпта. Извините, пожалуйста. Еще ничего. Поехал брат к сестре, на воронном коне, сестру поведать, денежку занять. Подъехал, был, говорю, там сестра открыла дверь, спрашивает, ёпта, чё тебе нужно, брат? А тот, говорит, денежку занять. Она, говорит, сейчас как из дружья пальнул, куголик бешеный, будешь знать. Убиделся брат, поехал к своему двоюродному брату, денежку занять. Подъезжает к воротам, и брат, говорит, ёпта, чё тебе надо? А тот, говорит, денежку занять. Тот, говорит, сейчас собак с пущелку, куголик бешеный, будешь знать. Убиделся брат, поехал к своему другу, с которым есть университет, и вы спите учились. Подъехал к воротам, и говорит, слушай, дружбан, братан, дай немножко денег, до зарплаты никак не дотяну. А тот, говорит, а я было, чё, хотел к тебе, ёпта, ехать, денег занять. Убиделся брат, приехал домой в горилке, выпил луком, заел, утром встал, бушка, болит ни денег, ни хрена, нет.